Здравствуйте! Меня зовут Алик и сегодня мы представим вам разминку в стиле Муайчая. Первое упражнение называется Панман. Делается для разогрева мышц рук, для быстрого формирования кулака и применения его в каких-то боевых ситуациях. Это первый элемент разминки ваших суставов рук, пальцев, кистей и так далее. Со мной мой ученик Александр Мамаев и сейчас мы вам продемонстрируем. Первое упражнение Панман. Мы начинаем с нейтрального положения. Делается по команде Панман. Прием! Вы опускаетесь в ваши колени. Это первый вариант исполнения, когда вы делаете просто одну работу руками. Обратите внимание, что наши предплечья не двигаются, локти прижаты слегка к корпусу, спина ровная. Время! Так мы делаем 20-30 раз. Второй вариант исполнения Панман. Прием! Работаем с коленами. Рем! Второе упражнение разжимки называется Анкен. Делается для разогрева плечевых и локтевых суставов. Анкен. Прием! Прием! Обращаем ваше внимание. Одна рука у нас уходит до уровня сплетения, третья до уровня лба. Кулак тыльной стороной. То есть не разворачиваем. Делаем так же. Первый вариант. Одни руки. Рем! И второй вариант. Так же с использованием коленей. Рем! Третье упражнение разминки. Так же называется Панмат. Мы работаем в полубоевой стойке. Панмат прием. Нижний кулак у нас на уровне челюсти. Второй на уровне лба. Так, чтобы удар приходил сюда, не локт, не сюда. Локти работают с прижатием корпуса. Мы делаем так же и вперед и назад. Первый вариант исполнения. Рем! Назад. Назад. Второй вариант исполнения. Полубресситный. Рем! Назад. 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 Следующее упражнение разминки. Мы называем Йоп Као. Оно делается в двух вариантах. Первый вариант. Панумы. Йоп Као. Положение Панумы. Панумы. Похоже на традиционно тайское приветствие. Служит для того, чтобы мы его придерживали и наша голова всегда смотрела прямо. Панумы Йоп Као. Прием. Второй вариант исполнения. Панма Йоп Као. Мы так же работаем, как в предыдущем упражнении, только с поднятием колена. Панма Йоп Као. Панма Йоп Као. Панма Йоп Као. Следующее упражнение, которое мы используем в разминке, называется в двух вариантах. Панма Йоп Као. Йоп Као. Йор Йоп Као. Или Панумы Йоп Као. Йор Йоп Као. Делаются в полуприседе в положении с поднятым коленом. Панма Йоп Као. 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 Обращаем Ваше внимание на высокой поднятой колене, которая не двигается, двигается вся стойка вместе с руками, чтобы не было раскрывания, опускания и позиция сохранялась непрерывно при исполнении всего упражнения. Панма Йоп Као. Следующее упражнение мы называем Панма Йоп Као. Также можно использовать в двух вариантах. Панма Йоп Као. Первый вариант. Панма Йоп Као. Рэм. Панма Йоп Као. Панма Йоп Као. Рэм. Снимаем, результат. Рэм. Панма Йоп Као. Рэм. Первое упражнение мы называем Панма Йоп Као. Все те же действия, которые мы делали в предыдущих упражнениях, мы делаем в прыжке для того, чтобы разогреть наши суставы, ног и выработать равновесие в такой позиции. И мы делаем в прыжке. Поехали! Следующее упражнение мы называем приклеем, повороты, также делаются в двух вариантах, панумы приклеем и панма приклеем. Все тело, бедра и колени поворачиваются под 45 градусов, песка ноги отрывается, вторая нога стоит полностью на стопе. При повороте вы также смещаете всю позицию, при этом ваш взгляд остается вперед. Пятка, колени, плечи, бедра под 45 градусов. Еще один вариант исполнения, когда мы делаем на среднем уровне, опуская позицию как можно ниже. Также мы сохраняем плечи, бедра и колени под 45 градусов, пятка ноги оторвана, взгляд направлен вперед. И третий вариант, когда мы делаем в полной низкой глубокой позиции. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова Второй вариант исполнения поворотов при приеме мы делаем спанман. Обязательно у нас впереди стоит, впереди стоящая рука, то есть мы не меняем позицию, не открываем эту область, она у нас закрыта. Взгляд остается вперед, также тело, бедра, колени поворачивается под 45. При повороте мы меняем позицию рук, но не меняем положение тела. Также у нас здесь споняты пятки, колени, все остается здесь. И также мы делаем на среднем и нижнем уровне. Следующее упражнение мы называем «Нятна», для того, чтобы разогреть наши мышцы спины. Мы делаем так же в двух вариантах панумы «Нятна» и панма «Нятна». Первый вариант исполнения мы делаем прямо. Панумы «Нятна», прием. Прямо. И вариация вторая, под 45 градусов. Прямо. Обращаем ваше внимание, что это не удар ногой, то есть ваше тело двигается вместе с ногой. Нога не раскрывается полностью, пальцы на себя, колени слегка согнуты. То есть вместе со спиной, с руками, тело работает едино. А здесь ваше тело двигается вместе с ногой, но с другими шутками. С 對不對CO lesоказчайками? Д definitивно. Прямо. 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 Продолжение следует... 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 Упражнение мы делаем, похоже на предыдущее, это название Удар мы наносим в сторону от 45 градусов Удар мы наносим в сторону от 45 градусов Время Следующее упражнение для разогрева мы называем черной краем Крышки боевой стойки делаются как на правую сторону, так и на левую По 20-30 крышков в каждой стороне Что-то бывает приятно Рэп И то же самое упражнение мы делаем со сменой стойки Чуд муай приклеим краем Чуд муай приклеим краем Чуд муай приклеим На два Рэп Один В одной позиции, краем Рэп В следующем упражнении Скользящее движение использует интеграция Движение использует Крышки 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 В следующем Топ 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 Следующее упражнение похоже на предыдущее, но уже отстольжение с ударом ноги мы называем Парматиок каудо дипкен Это упражнение является очень важным элементом, как разминки, так и технического процесса, потому что оно готовит к работе на дистанции. Когда нам не хватает дистанции достать противника из обычного положения, мы используем скользящее движение и нарабатываем очень долго, чтобы не терять равновесие. То есть вы должны, сохраняя дистанцию, сдавить и при этом не потерять равновесие, чтобы движение вперед не провалится.